Микс Ньюс Утро на Болткоме Доброе утро, здравствуйте. Да, мы уже звеним тут кружками, с утра пьем кофе. Олег Пек в студии, начинается утро на Болткоме, и сегодня в нашей вот уютной гостеприимной студии гость, эксперт Латвийской конфедерации работодателей по социальной безопасности и здравоохранению Петерис Лейшконс. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Мы поговорим, хотя вот вроде бы такое хорошее настроение, солнышко светит, может быть, о делах действительно достаточно сложных, тревожных, которые тревожат жителей, особенно тех, кто собирается, может быть, вот уже планирует уходить на пенсию и начинает задумываться о том, что же будет с пенсиями, поскольку понятно, что соотношение пенсионеров и работающих людей у нас, по-моему, в стране все время меняется. И получается, по-моему, по расчетам, что уже в 2030 году будет приходиться на одного работающего чуть ли не полтора человека пенсионного возраста. В общем, какие-то такие называются очень тревожные цифры. Так ли это? Ну, стоит ли бояться таких прогнозов? Ну, конечно, этот уровень, ну, население Латвии стареет. Ну, и должен сказать, есть что-то такое хорошее, потому что мы в каком-то виде все-таки авангард. Да, мы все-таки первые, можно сказать. Чуть-чуть мы там наравне с Италией, но мы их потихонечку обгоняем. А в каком смысле обгоняем? Ну, в том, что мы стареем быстрее всех. Ну, это тоже же какое-то есть, ну, первое место, ну, хотя со второго конца, но все равно. Но, по-моему, в Италии, может быть, да, но я слышал, что в Японии, Япония одна из самых старых наций. Да, но там чуть-чуть другая система социального обеспечения, и там более длительный, то есть отдаленный возраст пенсионный тоже, да. Конечно, да, в Японии есть проблемы, и в Китае довольно большие проблемы, потому что политика одного ребенка, конечно, так стабилизировала число этой нации. Но все-таки там есть на данный момент проблема в том, что, как вы говорите, очень много все-таки получается людей постарелого возраста, и, ну, сравнительно мало той поколения, которая еще работоспособна, и это еще впредь будет для них проблема. Если мы возвращаемся к Европе, тогда, конечно, вся Европа стоит, ну, это закономерно, потому что люди ответственные все, и думают, прежде чем родить ребенка, они думают о том, как его содержать, как жить, сможет ли, ну, родители, сможет ли его вырастить, воспитать, здоровье, ну, систему здоровья. Чтобы была нормальная, да, и как дать ему изгледие, то есть образование, да, это же очень тоже важный фактор, да. И поэтому Европа так довольно, но Европа держится, можно сказать, на уровне, она стареет, но приход молодых людей, рождаемость и уходящих, она более-менее. И стареет, потому что просто возраст становится все выше и выше, да, наша медицина Европы делает довольно большие чудеса, и люди все-таки живет больше потихонечку. Да, я вот помню, что все время приводился пример какой-то даже из русской классики, вошел старик 50 лет, вот, и сейчас это, кажется, вот, ну, совершенно какой-то абсурдной эта фраза, потому что в 50 лет считается, наоборот, это самый рассвет, то есть там человек в полон сил. Ну, я, конечно, помню, когда мне было 16, тогда старики казались 20-летними, и все-таки больше, значит, это довольно такое, релативное такое, ну, но если по латышской классике тогда скродер Дейна Силмачос, да, там была эта баба Лена, да, она тоже была около 50 лет, и по этой, ну, она казалась уже как старушка, да. Конечно, 50 лет на данный момент – это только такой нормальный возраст, все силы есть, уже есть, ну, обычно те, которые старались идти по карьере уже, ну, на такой ступенечке довольно высокой, и, конечно, на данный момент 50 – это ничего, но, конечно, и этот возраст, сколько, ну, этот, возраст, который человек проживает, ну, прогнозированный период получения пенсии, он тоже, несмотря на то, что на каждый год мы 3 месяца возвышаем пенсионный возраст, он все равно чуть-чуть растет, но он неполный, 19 лет в среднем человек каждый проживает после достижения пенсионного возраста, ну, конечно, там мужчины средние около 13, женщины там на 10 лет больше, но все равно это тоже цифра растет даже в Латвии и при нашей системе здравоохранения, когда, ну, иногда надо ждать на услугу довольно долго, да. Но насколько это меняет вообще само общество, то, что оно становится все более и более пожилым, потому что, ну, мы все помним, что в таких патриархальных обществах обычно стариков считают обузой и, как бы, ну, стараются не то, чтобы, ну, избавить, можно сказать, даже избавиться от них, а в нынешнем обществе, когда мы видим, что все больше и больше становится пенсионеров, это ведь и может влиять, условно говоря, и на выборах, это одна из самых активных частей избирателей, то есть политики должны учитывать интересы пенсионеров, если они хотят каким-то образом получить их голоса, то есть они начинают влиять довольно активно на какую-то такую стратегию, на общую жизнь общества. Ну, конечно, если мы смотрим на партии, которые хотят выиграть на выборах, это самое главное, ну, такая предсказуемая, самый большой такой контингент, у которых можно предсказать, что они хотят, есть часть, у нас в Латвии 460 тысяч пенсионеров, ну, это, в общем, около одной трети всех, которые имеют право голоса, да, то есть по возрасту имеют право голоса, и, конечно, эта группа довольно такая активная на выборах, потому что он тогда в этот момент чувствует себя очень важно, что он пойдет и скажет свое слово этим политикам, да, что кому надо идти дальше, кому надо приостановиться, да. И, конечно, из-за этого, конечно, партии делают свои предложения, предложения у стадии, как постановка, да, уже она делает очень большую такую нагрузку на пенсионеров, да. Это, конечно, не совсем хорошо, это, с одной стороны, конечно, хорошо, но если этот дисбаланс идет очень много в эту сторону, тогда, конечно, там начинаются проблемы, ну, другим поколениям, да. Если же мы смотрим на право выбора, тогда было бы логично, если все дети имели бы те же самые избирательные права, так как любой гражданин имеет право выбора, да, то есть, но так же, как у детей, все остальные права, которые есть, ну, на имущество и все, она ищет, осуществляется через родителей, да, то есть, каждому родителю по полголоса от каждого ребенка, да. И тогда, конечно, этот, ну, равновесие чуть-чуть пошла бы в ту сторону, но что политики тоже должны считаться более менее из интересов детей. Да, 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 молодых, как молодого поколения, да. Ну, потому что если родители, ну, если, ну, хороший родитель, он идет на выборы, он смотрит, у него есть этот, ну, свой голос – это одно дело, другое дело – это половина голоса ребенка каждый имеет, да, и тогда он должен думать, что хотел бы мой ребенок. И, наверное, мой ребенок хотел бы, чтобы ему было хорошее образование, я бы тогда, ну, отдал этот голос более в ту сторону, той партии, которая обеспечивает более хорошую систему образования, и здравоохранение для детей, да, ну, и тогда этот равновесие чуть-чуть поменялось, но, увы, такой системы у нас нету, и боюсь, что только, ну, это очень-очень редкое явление, потому что обычно, скажу, считается, ну, он ничего еще не понимает, он не имеет права, но то, что он ничего не имеет, не понимает, он имеет право на имущество, которое до совершеннолетия осуществляется через его законные представители, то есть, ну, через родителей, да, ну, и это такой же вопрос, просто это вопрос о равномесии. Конечно, если же мы смотрим на, вы говорили, раньше когда-то, да, ну, тогда, конечно, тут уже было, как юс цивилис из древней римлянской времена создавался этот кодекс гражданского права, и тогда было, конечно, там уже внутри сказано, что родители обеспечивают своих детей, потом, когда дети выросли, они обеспечивают своих родителей, и этот же принцип пошел до, ну, через веки, и в Латвии как-то получилось, что этот принцип еще в гражданский кодекс 37-го года, да, что там есть две статьи, одна статья 179-я, что родители должны обеспечить своих детей, и это очень нормально, и это очень правильно, потому что дети исходят из действий родителей, и он должен, ну, как этот маленький принц там сказал, что мы должны отвечать за тех, которых, да, приручили, да, и тут есть, опять же, если мы смотрим гражданский кодекс, статья 188-я, которая предусматривает обратное, что, опять же, дети должны обеспечивать своих родителей, и не только дети, но и внуки должны обеспечить своих родителей. Это норма ничего такого плохого, она морально якобы хорошая, но она очень нормально работала в системе, аграрной системе, что там было все поколения, там молодой человек, с 4-5 лет начинал, там, гусей, там, и потом свиньи, потом уже крупного рода, и вся эта жизнь его все-таки летом, хоть летом прошла, у него были свои обязанности, и эти обязанности длились до самого, ну, до того момента, пока человек мог, в общем, двигаться, да, потому что потом он уже за плуг взялся, за косу, и когда уже подходил возраст, ну, очень такой старый, тогда он дрова колол, ну, делал всякие работы, которые он мог, да, и там была система, что все-таки все подчинялись капитану, то есть, молодой человек, который был главой семьи, ему подчинялись все остальные. Но если же мы смотрим на, и тогда, конечно, была система налогов, там, десятая часть, и какая-то часть от зерна, от всего, да, все было ясно. На данный момент же у нас есть абсолютно другая пенсионная система, ну, то есть, социальная система. У нас есть, до того мы дошли, что человек каждый все-таки за время своего, до, ну, когда он работает, за каждые два года он должен заплатить столько в этот бюджет социальный, чтобы ему получилось на один год пенсии, да, ну, то есть, каждый сам должен себе, ну, собрать свою пенсию из-за налоговой системы. И тогда сказать, что вот молодой человек должен обеспечить своих родителей, если у него есть очень большая бремя налогов на рабочую силу, да, она у нас довольно большая, особенно при нормальных заработных платах, она очень высокая, бремя налогов, да, тогда, конечно, ну, тут система начинает хромать, да, и кончается это иногда с тем, как в Европе называют наказание хорошей дочери, да, что женщина около 50, работоспособная, она работает, и тут получается, что мама или отец, надо его за ним ухаживать, она бросает работу, выходит из рабочего рынка, и потом, в конце концов, ей трудно... И вернуться. И вернуться. И мы, конечно, на этом теряем, потому что система всё-таки поменялась, и должна была поменяться бы и эта система, что всё-таки, если человек уже сам не может, и ему нужно, то есть, находиться в институции уже, ну, что он без опеки 24-7 не может, значит, ну, нельзя из-за этого отрывать человека от рабочего рынка, да, это, ну, это просто у нас всё изменилось, налоговая система изменилась, всё, право человека изменилось, но это, этот момент остался... Патриархальное какое-то сознание. Да, 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 этот с аграрной системой сохранился, это нехорошо, но это, бог с ним, это нас так, ну, просто бывают люди, у которых это вызывает довольно большую проблему, но это отдельные люди просто. И поэтому, если мы смотрим на демографическую систему в общем, это, ну, так, может быть, не так уж так. Но если же мы смотрим, конечно, число работающих людей, да, и там по данным занятых рабочих мест и всё, и по данным, опять же, на которых начисляются социальные налоги и всё это прочее, у нас получается около от 800 тысяч до 900 тысяч, это, которые заняты на рабочем рынке, да. Это разные там данные есть, от вида одной данной, от социального соцстраха другие, но так, если мы даже скажем, что есть 850 работающих, тогда, если же мы смотрим на число пенсионеров, это 400, около 460 тысяч, да, 460 тысяч, но если же мы смотрим на рабочих мест, которые заняты в бизнесе, потому что, ну, бизнес делает валовый продукт, что нам всем надо, да. И опять же, есть около 300 тысяч людей, которым заработную плату платит государство. То есть, это уже с налогов, которые сняты с бизнеса, мы должны оплачивать тех людей, которых оплачивает государство, потому что иначе же не было бы возможно заниматься бизнесом. Кто-то должен заниматься бизнесом, но кто-то должен детей учить, кто-то должен лечить людей. Ну, руководить, а кто-то руководить. Кто-то должен заниматься, чтобы было безопасно и пожарно безопасно, ну, всё. В общем, есть число людей, которые, ну, необходимы просто, чтобы они создавали среду, где можно было бы жить и работать, да. Но если же мы смотрим чисто бизнес к остальным людям, тогда у нас получается, что около одной трети из всего населения, меньше, чем одна третья занимается в бизнесе, то есть, занимается валовым продуктом. Ну, у нас насчёт этого, значит, получается, что каждый занятый на бизнесе должен содержать в себе ещё двоих. Там и пенсионеров, и, ну, и самое интересное, что число пенсионеров довольно уже близко к тем, кто занимается на бизнесе. Ну, так оно и есть, но ситуация до сих пор была ещё, ну, не такая плохая. Если мы смотрим со стороны рождаемости, тогда этот самый пик, 87-й год, он был 42 тысячи молодых людей, и они вошли в рабочий рынок, ну, значит, 87-й, значит, 9-й год. Ну, 22 года, это в среднем так, в полную силу входит рабочий рынок, конечно, они созрели для рабочего рынка полностью, это был 2009-й год. Просто у нас очень такое несовпадение нехорошее получилось, что эти молодые люди, они не могли найти работу там, безработица молодых людей была очень высокая, и, конечно, мы потеряли их, они уехали. Но они уехали не только как рабочая сила, они уехали и как молодые люди, которые бы через несколько лет создавали бы семью, и у нас было бы следующее поколение. Это тоже мы, насчёт этого мы тоже потеряли. Но если мы как же смотрим, 97-й год, около 18 тысяч молодых людей родились, тогда на данный момент уже рабочий рынок, каждый год поступают молодые люди, которые родились в 90-х годах, да, и там было их два раза меньше, чем в 87-м году. И, конечно, и тут у нас ещё одна проблема, что, ну, значит, если на данный момент поступает возраст рабочего рынка около 20 тысяч, ну, там, 18-19-20, тогда 20% из них всё равно уезжает, потому что молодой человек, он хочет посмотреть, как живёт, и искать своё счастье. У нас этот сприлит, да, как он лопат на плечо и пошёл на белый свет искать счастье. Ну, конечно, молодые люди должны познакомиться, как это делается, все дела. В других местах, может быть, часть из них вернётся, но рабочий рынок на данный момент может считаться с тем, что каждый год входит около 16 тысяч молодых людей, которые остаётся в Латвии. Из рабочего рынка уходит около 26. То есть, каждый год по 10 тысяч мы теряем, и если мы смотрим на цифру одного года, ну, ничего страшного, переживём. Ну, когда этот же идёт кумулативный эффект. И при том самое страшное, что этот идёт кумулативный эффект на следующее поколение, то есть, то, что у нас есть их очень мало на данный момент, кто создаёт семьи, тогда, конечно, у нас получится, что следующее поколение будет ещё меньше. Ну, вот этот есть такой довольно сложный момент. Конечно, если же мы смотрим, что, ну, я так надеюсь, что система эффективности автоматизации, ну, будет такой уровень, что, может быть, в каком-то далёком будущем будет так, что люди вообще не будут сами работать. Это была прекрасная песня, по-моему, из одного советского фильма «Вкалывают роботы, а не человек». То есть, вот мы все развлекаемся. Да-да-да, что есть такая надежда, что… Но всё-таки я думаю, что без людей всё-таки не обойдётся. Но, конечно, роботы очень могут повисить валовый продукт на одного рабочего. То есть, если… Но это заодно, что требует. Это требует то, что каждый молодой человек должен выучиться до такого уровня, что он может, ну, с этими роботами работать, да. Это, ну, то есть уровень его знаний и понятий в технологиях должен быть очень довольно высокий. И поэтому очень нужна система хорошего, ну, то есть образования, да. Если это идёт шаг в шаг, потому что такие, ну, работы, где человек сам работал как робот, да, это как крафтверк, по-моему. Ну, да, это вот это всё. Например, там, I am… Нет, ну, что… Да, робот. Робот, да. По-моему, Крафт Крафт была, да, прекрасная. Песня про робота, да, конечно. Эти все процедуры, которые можно очень автоматизировать, они всё меньше, 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 да. Потому что я ещё помню время, когда люди работали на станках, где, ну, такие операции очень одинаковые, и если человек в 20 лет пошёл в завод, он начал эти операции делать, и тогда в 60 он уходил на пенсию. И он всё ещё делал. Всё ещё делал те же операции, да. Ну, такая система, ну, что все те операции, которые можно автоматизировать, конечно, будет и выполнять роботы, да. Это уже во всём мире потихонечку выжимает из таких… Но с человеком из-за этого потребуется более такая умственная работа, где надо, ну, не автоматом работать, а мозгами, как можно сказать, да. И, конечно, если же эта система автоматизации будет достигнута в таком уровне, что валовый продукт на одну душу рабочего или на душу населения будет более высокий, ну, тогда мы, конечно, все сможем жить и более-менее нормально, и при том, что у нас соотношение между поколениями не будет такое, ну, прекрасное, как ещё на данный момент, да, у нас, конечно, она становится… Всё хуже, да. Всё хуже, 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 но всё-таки она ещё более-менее из-за этих же 80-х годов у нас ещё более-менее ситуация нормальная, да. Но при этом, я говорю, если будет у нас уровень эффективности работы, да, потому что, если же мы смотрим на систему налоговую Латвийской Республики, тогда налоговая система Латвийской Республики как раз способствует систему дешёвой рабочей силы, да, то есть, и что мы более всего сохраняем или же систему дешёвой рабочей силы, то есть, малой эффективности, где на одного человека создаваемый валовый продукт низкий, и у нас он как раз и на данный момент есть, или же это способствует теневую экономику, то есть, платёж, частичный платёж в конвертах, да, ну, эта система, которая у нас введена, система дифференцированная, не облагаю минимум, который человек и работодатель, ну, чисто так, минимальное заработное 430, человек с полной работоспособностью без детей получает около 360 на руках, 366 евро на руках, за него работодатель должен оплатить вместе взятых 166 евро, из которых 150 идёт на соцстрах этого рабочего, и 16 идёт на пользу общества. Если же мы смотрим эту сумму, 366, если работодатель хочет своему работнику официально заплатить ещё 360, то есть, 732 на руках, тогда работодатель должен заплатить в налогах уже 515, и из них около 300, ну, 150 только идёт на пользу государства, то есть, на общество, остальные же, опять же, деньги идёт на соцстрах самого работника, это хорошо, что идёт, но понимаете, что в пользу общества, если платить 366 официально на руках и 2 раза больше, тогда налог для общества 9 раз выше. Понимаете, и тут есть этот заколдованный круг, что очень дорого платить нормальные заработные платы, и я считаю, что 732 на руках, это только начинается нормальный заработок. Ну, только начинается, а должно быть ещё выше, да. Но вот и из-за этой системы у нас очень мы хромаем на счёт валового продукта, да. У нас, если же смотреть, около 30 миллиардов, ну, там сейчас COVID, всё это, прочее, но если мы считаем, около 30 миллиардов у нас есть валовый продукт, на нас двоих миллионов, да, значит, там получается, по-моему, около 15 тысяч валовый продукт на душу населения, да. Если же мы смотрим, что, ну, мы не можем так претендовать на то, чтобы у нас валовый продукт был, как там Швеция или Швейцария, или, ну, там эти западные страны, которые... Там выше. Лучше не смотреть, но в среднем у нас очень маленький, да. Но если мы так можем себя сравнить со своими близкими соседями, то есть Литва и Эстония у них на 25% выше. То есть, если на 25% выше, значит, у них и при такой же нагрузке налогов это на 25% выше. Если же у нас 10 миллиардов бюджет, тогда было бы не 10, а 12,5. И там тогда не было бы ссори, что вот у нас не хватает 2,5 миллиона для детей, которые, сиротах, которые в опекунстве, что у нас не хватает 17 миллионов для того, чтобы вводить систему минимального дохода. И поэтому мы чуть-чуть получили довольно нехорошие отзывы от соответственности насчет своей системы, что мы ее не ввели, по идее. Если бы ввели, было бы более нормально. Но вот мы получаем такие заметки, да, которые надо будет исправлять, хочешь, не хочешь, на следующий год, да, тогда бы мы не плакали, что у нас не хватает 60 миллионов на то, чтобы исполнить закон, который этот же Сейм принял. Это не то, что какие-то плохие люди когда-то раньше, нет. Этот Сейм принял закон по здоровью, финансированный за здоровье и здравоохранение, и там было ясно сказано, что сколько каждый год должны получать медики. Там была сумма, то точно, то есть, там этот переходный пункт 11, да, там четко было сказано. Сам этот Сейм, этот закон принял. Когда это правительство Каренча вступило в силу, она знала, что этот закон принят. И что этот закон надо будет соблюдать. Тут нет никаких оговорок. Вот во время нашего, когда мы уже приняли свою декларацию по своей намерениях работы, да, кабинета министров, мы этого еще не знали, Сейм это принял, нет. Нет, тут было все четко. Этот закон принял этот же Сейм, и правительство знало, что этот закон действует в силах и не исполнил, да, ну, потому что у них вот дело 60 миллионов, да. Вот поэтому я и говорю, что тут, если бы у нас был 12,5 бюджет, мы такой же нагрузки. Тогда, конечно, было бы у нас жизнь более-менее нормальная, и тогда эти маленькие пенсии можно было сделать более нормальные, и пособия для инвалидов были бы. Ну, вся система была, конечно бы, и на 12,5 у нас, наверное, бы чуть-чуть не хватило. Потому что это такой какой-то закон, что желание есть неограниченное, ресурсы ограничены. Да, ну, это так, так это есть. Но тогда бы не было такой ситуации, какая у нас на данный момент, что мы не можем исполнить как минимум. Но у меня вот вопрос, вот вы сказали о том, что современное законодательство не позволяет, но оно стимулирует больше такой вот экстенсивный рост, дешевое использование дешевой рабочей силы. Что должно измениться для того, чтобы стало выгоднее использовать не дешевую рабочую силу, а все-таки передовые технологии их развивать и внедрять, что именно вот это стало бы источником? Ну, я вам скажу, у нас есть один закон, один закон, который принят как раз таким образом, что очень выгодно как раз работать, то есть там очень ярко выражен регрессивный налог. То есть у нас есть закон по явно-знямаму, то есть как это есть явно-знямаму, это как, ну, это специально сделанный закон для IT-технологий, чтобы тут вкладывали у нас деньги люди, которые хочут сделать очень большой, очень большой такой, можно сказать, даже взрыв, взрыв по валовому продукту на одного человека. То есть и там ясно сказано, что, ну, я бы сказал, что это он даже слишком хороший для, ну, можно сказать, слишком хороший, потому что там сказано так, неважно нам, сколько ты платишь своему работнику, ты должен за него заплатить с двух минимальных заработных плат этот налог, социальный налог. Под доходный вообще не платит. И тогда, когда достигает там около 6 тысяч в месяц, ну, свыше 5 тысяч, да, то есть тогда начинает платить что-то подобное в этом налог на солидарность. Ну, вот. И так очень большое пространство, ну, для заработных плат, официально выплачиваемых, за которым надо платить довольно такой, ну, фиксированный налог. И тогда, конечно, работодатели могут поднимать эти заработные платы, и тогда мы можем конкурировать. Это есть. По идее, если же мы хотим экономику быстрого такого, ну, чтобы быстро росло, по идее, налоги должны быть на рабочую силу регрессивные. Регрессивные. То есть, чтобы бремя, не сама масса налога, а бремя налога на каждого следующего, ну, там, на каждые 100 евро чуть-чуть меньше, чем на предыдущие, да. То есть, ну, конечно, там же, опять же, есть очень большая такая, ну, как же так, бедненькие люди на маленькую заработную плату ставка выше и все это прочее. Ну, я бы сказал так, если есть система, где валовый продукт очень большой, средние заработные платы высокие, да, есть какие-то просто, ну, такие работы, которые нужно кому-то сделать, и тогда, ну, там делает очень высокие, это не облагаемые минимумы, чтобы эти, по идее, эти рабочие места, дешевые рабочие силы субсидируются из-за того, чтобы было, ну, субсидировать занятость на такие работы, на которые валовый продукт не сделаешь. Так можно сказать, да. Но это одна ситуация. Другая ситуация, возрастающая экономика, которая должна, которая должна собирать, ну, то есть, она на, ну, как вам сказать, если я еду в гору, тогда я включаю, ну, там, или третью, или как, ну, какую уж там надо, но я иду против горы, и это, это, и мы в гору едем по другим данным, не как по равнине, да, если есть уже хороший баловый продукт, если мы уже на, на довольно высоком уровне, и мы можем идти, чтобы, ну, просто два-три процента в год у нас росло, это одна ситуация, да. Другая ситуация, когда мы должны достичь, то есть, попасть на эту высоту, тогда условия совсем другие, да. И, конечно, тут, но мы сделали систему прогрессивности, при том, не простой прогрессивности, но и двойную, можно даже сказать, что тройную, потому что там еще включается солидарность, налог на солидарность, тройную систему, то есть, потому что у нас есть необлагаемый минимум, который дифференцирован, и он там с 300 евро падает до 1200, если официальная заработная плата, тогда он нуль уже, да, и каждый день, по идее, мы слышим, повышать необлагаемый минимум, повышать необлагаемый минимум, тут нету речи о том, что повышает необлагаемый минимум, повышается только одна граница необлагаемого минимума, и при нормальной зарплате у нас необлагаемого минимума нет. То есть, вот, эта кривая, по которой мы сделали эту систему, Но эта кривая, она жмёт или же дешёвую рабочую силу, тут можно вкладывать, ну, если вот так, по масштабам Балтии, скажем, только по масштабам Балтии, куда вкладывать, если мне надо простую работу делать, дешёвую рабочую силу. Ага, налоговая система для этого очень хорошая в Латвии, и при том тут довольно низкие средние заработные платы, которые я должен платить, да, и по некоторым данным мы очень хорошей являемся даже в мировом масштабе. При низких заработных платах эта система у нас хорошая. И, конечно, тут вкладывает. Если же предприниматель хочет более высокую добавленную стоимость, тогда он должен платить более высокие нормальные заработные платы, которые, ну, как на бумаге, как 1200 и выше, да. Тогда он смотрит – нет, в Латвии – нет, суд – нет, понимаете, только не в Латвии. И вот поэтому получается, и экономика, потому что, о чём говорят обычно, ну, там, Министерство финансов, всё это прочее, о одной стороне налога. Одна сторона, очень-очень важная сторона налога, если это фискальная функция, то есть собрать для госказны необходимые деньги. Это одна функция. Но у налогов есть и другая функция. Эта функция называется регулирующая. Что этим налогом мы регулируем, что государство хочет достичь и что не хочет. Мы не хотим, чтобы много водки употребляли люди, делаем акции высокие на алкоголь. Хочем, чтобы не курили, делаем очень большое на сигареты. Не хочем, чтобы у нас очень много потреблялся бензин и, ну, в общем, горючее, да, что люди ездили на очень старых машинах и очень таких, которые… Ну, да, которые загрязняют воздух, да. Мы делаем ставку на этот акциз на бензин на дистопливо. Так оно и есть. Регулирующая функция плюс фискальная. Конечно, мы от этого получаем для госказны деньги. Но если же мы хотим сделать, чтобы у нас заработные платы были маленькие, тогда, конечно, надо сделать так, чтобы очень выгодно было бы платить маленькие заработные платы и очень затруднительно было бы платить нормальные заработные платы и высокие. И мы как раз это сделали. Но, в конце концов, если же мы идем по более длительному времени, потому что, ну, можно сказать так, что регулирующая функция, она не срабатывает так, ну, вот, мгновенно. Она идет потихонечку. И что мы чувствуем? Что мы чувствуем, что у нас не вкладывают эти… Ну, предприниматели не вкладывают в таких отраслях, где надо платить… Большие зарплаты. Нормальные и хорошие заработные платы. Не хочет. Притом, тут есть еще одна такая интересная деталь, что если мы смотрим на местные, тогда местные как бы часть идет на конвертах, но если снаружи кто-то приходит, они не хочут платить в конвертах. И они должны платить, ну, полную эту ставку, тогда это у нас очень дорого. Вот это и есть регулирующая функция налоговой системы. Которую, в принципе, я понимаю, надо поменять. Надо было бы, но если бы, опять же, политики идут на выборах, они говорят, мы повисим вам необлагаемый минимум. Это ничего, что это ложь, но это хорошо звучит. Ничего, что там не повышает необлагаемый минимум, но только одну его границу. Это тоже ничего, это сойдет. Для политиков сойдет. Но то, что это потом очень-очень нехорошо влияет нашу экономику и уровень жизни в целом, ну, это уже нас якобы не касается. Потому что нас интересует на данный момент взять власть, а что будет потом, мы как-то эти 4 года проживем и опять что-то придумаем, какой-то интересный... Лозунг, там, не знаю, обещание. Обещание хорошее и опять через 4 года. Но если мы смотрим, ну, такие политики должны смотреть более далеко, да, и поэтому я должен сказать, что предыдущий кабинет министров, то, что сделали с системой на налог на предпринимательство, да, это был очень такой, который даст свои плоды впредь, да. Но вот эта налоговая система, которая на данный момент на рабочую силу, она нас тормозит и нам не дает хорошую перспективу. Ну что же, к сожалению, время нашей сегодняшней встречи закончилось. Эксперт Латвийской конфедерации работодателей по социальной безопасности и здравоохранению Петерис Лейшко, он сегодня был в нашей студии. Спасибо вам большое за увлекательную беседу. До свидания.